Это здание по улице лейтенанта Рябцева еще год назад больше напоминало законсервированную строительную площадку. Четырехэтажное помещение долго пустовало, а уже совсем скоро здесь заработает Центр Безопасности. В основу его проектирования лег лучший отечественный и зарубежный опыт. Активно ведутся строительные работы. Сейчас они работают в основном по фасаду, но ведутся разработки тех необходимых документов, которые необходимы для создания в рамках реализации проекта Центра Безопасности. Мы надеемся, что нам удастся очень быстро пройти все эти необходимые процедуры, чтобы продолжать движение в данном направлении. Реализовать задуманное спасателем Брещен удается благодаря активной поддержке программы трансграничного сотрудничества. В ее рамках, кроме Брестского Центра Безопасности, в Каменце возводится новое здание пожарной части. Вскоре на карте областного центра появится интересный объект, который станет еще одной формой профилактической работы с населением. Здесь каждый сможет подробно рассмотреть и узнать, как происходят чрезвычайные ситуации и что нужно делать, чтобы не допустить беды. Все с использованием новейших технологий и интерактивных зон. Мы выстраиваем такую систему, чтобы действительно Центр Безопасности появился, наверное, который будет аккумулировать максимально лучшее, что создано в Беларуси, в этих Центрах Безопасности. Потому что практически во всех областных центрах, во многих районах такие работы уже проведены. И поэтому мы хотим создать наилучшие с современными технологиями, связанные с технологиями виртуальной реальности, дополненной реальности, различными новыми наработками, которые есть не только в Беларуси, но, наверное, можно сказать, и во всем мире. Пока же работы сконцентрированы на строительной площадке. Важно было провести здание необходимой коммуникации и отремонтировать его. Над этим сегодня трудятся специалисты. В состав проекта входит замена покрытия кровли, устройство вентилируемого фасада с облицовкой, последующей композитными алюминиевыми панелями, замена оконных блоков, обеспечение самого здания инженерными коммуникациями, в частности, отопление, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение, канализация, система видеонаблюдения и вентиляция. Первый этап деятельности, согласованный в рамках программы трансграничного сотрудничества, подходит к своему логическому завершению. Сегодня оформляются необходимые документы для продолжения совместной работы на благо безопасности приграничья. Принято решение о создании такого же небольшого центра безопасности и на объекте в Каменце. Поэтому мы на данном этапе ведем вопросы согласования, утверждения данных изменений в проект. Но мы четко понимаем в ходе реализации, что действительно это будет необходимо, потому что есть большой интерес у населения к данным объектам. И именно проект международной технической помощи нам помогает сделать это хорошо и реализовать все те поставленные задачи, которые есть в проекте. Поэтому работа проводится. Мы ждем дальнейшего финансирования со стороны Евросоюза для того, чтобы успешно закончить данный проект. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Молошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.